Привет, зритель! Давно не снимала обзор еды, да? Короче, приехала я сегодня из деревни внезапно, так как раньше на один день позже, на один день, чем планировала изначально, и раньше на один день, чем планировала потом. И пошла в магазин, магнит, и закупилась то, что в деревню надо, и то, что тут поесть, потому что не то, чтобы у меня мышь в холодильнике повесилась, ну, как бы еды хочется. Короче, это, наверное, в деревню едет, там нет салфеток. Салфетки, моя цена. Сейчас я найду кошелек. Кошелек, ты где? Чек у меня такой огромный тут прям. Аж на 1660 рублей 59 копеек. В общем, салфетки, моя цена, бумажные салфетки, стоили 117,99. О, две помидорки. Сейчас узнаем, что за помидорки. Помидорки, помидорки. Вот, томаты. 7 рублей 47 копеек за 90 грамм, а так они стоят 82 рубля 99 копеек. Томаты. Можно делать салатик вкусненький. Так, дальше. Огурек. Короткооплодный или что-то в этом роде. Кошка очухалась и сползла поближе. Наверное, унюхала что-то вкусное. 88 грамм огурец. 10 рублей 56 копеек. 119,99 он стоит, огурец. Ну, в смысле, за килограмм. Так, у меня закончились тут пакетики еще перед деревней. Какие-то мне очень нравились пакетики, но они что-то я не нашла, их нашла другие. Моя цена. Пакеты фасовочные, 100 штук. Пакеты. Моя цена. 32 рубля 99 копеек. Я что еще решила-то обозреть? Не то, что потому, что я давно ничего не обозревала. Не снимала с лицом, не обозревала там еще что-то. Сейчас ролик уже 300 лет как грузится. Первый день в деревне. Смонтированный в деревне на канал. Дойду до телефона, переключу на мегафон, будет быстрее загружаться. Короче говоря, яблочко я тут увидела такое. Яблочко, яблочко ты где? Яблочко гола. 126 рублей 79 копеек за килограмм. 120 грамм яблочко 15 рублей 21 копейка. Кошка, не играй с едой. И вообще тебе тоже еда прикуплена. Груша на меня смотрела. Я когда на кассе это все выложила, там девушка еще думала, я говорю, надо как-то это разделить. Да я знаю, где мое, где ваше. На кассе типа АГД, говорит, это ваше, заканчивается. Ну, как бы для нее непривычно, я столько никогда не покупала в магните. Для меня самой это удивительно. Так, груша Аббат. 144 рубля 90 копеек за килограмм. 138 грамм груша. 20 рублей. Ровно 20 рублей вот такая вот груша Аббат. Она тут так это, жопу напоминает немножко. Так. Это что такое? Мандарин. К тому, что у меня уже месяца два как высушенные мандарины на окне две штуки лежат. Я про них забыла. А потом как-то, ну, уже уехала в деревню. Мандарин ты где? Мандарин. 159 рублей 99 копеек за килограмм. 90 грамм мандарин. 14 рублей 40 копеек. Тогда я как-то видела, при мне мужик покупал передо мной что-то дохрена много. Ему потом выдали какой-то журнальчик. Мне выдали журнальчик. Я думала, его дают от 2000 или типа того, а его дают, оказывается, от полторы тысячи, видимо. Платите с выгодой везде, вот на жопе тут. Магнит. Мой магнит. Люди, если хотите, дайте знать в комменты. Я его вам полистаю АСМР-но. Кошка не шизей. Так, тут у меня всякие эти посылочка с Китая дошла. Бумажки о том, что надо заплатить за коммуналку. Еще две бумажки на пару посылочек от Китфорд. Которые я уже завтра сберу. Так. Да, у меня тут Билайн, который не очень соображает, как раздавать интернет. Точнее, как-то он в деревне, в одном месте лучше работал, чем здесь. Остановить приложение Телеграм, оно расходует много денек. Много батареи, точнее. Так, правда, тут и то, и другое вот это все показывает хреновенько. Так, ладно, продолжим. У меня в одном пакете все, что не заморозка, в другом пакете заморозка. Тут у меня аж четыре персика, да, персик это. Потому что там еще не только персики, я подумала, может, я их уже спутала. Он такой мохнатенький, это персик гладенький, это не персик. Алиска, не на туда, ладно. Алиска, кстати, сегодня седьмую мышку поймала. Ну, как бы, всего из мышиного отродия семь штук. А так это мыша-то побольше, поменьше. Большая мышонка была первая, которую она поймала за день до своего трехмесячного возраста. Так, что я тут персики хотела показать? Персики вы где? Персики. 416 грамм, 64 рубля, 44 копейки. Так они стоят 154,90. Так, все. Нектаринки. Маленькие такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, восемь нектарина. Я так что-то их беру, беру, посмотрю на свою кардиночку, думаю, блин, как я это вообще допру. Надо будет пару пакетов брать. Так, нектаринки, вы где? Нектарины. 502 грамма, 100 рублей 39 копеек. А так они стоят 200 без копейки. 199,99. Так, а этих вообще овер дофига. Абрикосики. Я даже считать не буду их явно больше, чем этих самых. Абрикосики вы где? Абрикосы. 160 рублей без копейки. Это за килограмм. Вышли они у меня на 394 грамма. 63 рубля, 04 копейки. Если какие-то звуки, то кошка дерет свою лежанку. Бананчики. Я в деревню с собой взяла сколько-то бананчиков. Они лежали, лежали. В холодильнике полежали, почернели. Все перезряли. Но я их потом схамясь. Тут у нас вроде как 8 бананчиков. 3 до 5 будет. 8, да? Они подешевели с момента, как я в деревню уехала. По 70 чем-то стали. Ну, они и были, как бы, по 70 чем-то. Но стали слегка дешевле рублей на 6, наверное. 71 рубль 99 копеек бананы. Это за килограмм. Вышло у меня на 1 килограмм 178 грамм. 84 рубля 80 копеек. Так. Это чего? Это хлебушек. Я, конечно, зарекалась не покупать хлебушек и сама его печь. Но как бы приезжайте домой, жрать хочется. А хлебушек печь это надо 3 часа где-то в среднем. Тесто, чтобы настоялось. Потом еще настоялось. Потом еще выпекать сейчас. Она ко мне на колени прогнула. Так-то ее не видно, если не поднять. Хлеб украинский новый, формовой, сегодня сделан. 350 грамм. 15 рублей без копейки. Сметанка. Я повадила из деревни делать из вареных куриных яичек и зеленого лука со сметанкой и солью вкусный салатик. Сметанка. Что-то она была какая-то дофига по скидке. Сметана 10%. Простоквашина. Мне очень нравится простоквашинская сметана. Но иногда я покупаю домик в деревне. В деревне у меня домик в деревне остался. Масло масляное. Да так, простоквашина. 47 рублей 99. Короче, 48 рублей без копейки. Вот эта вот сметанка. Это маска у меня. Мы все еще ходим в масках. Но это я такая ответственная. Хожу в масках. Продавцы ответственные. Все остальные мне в масках не попадают. Немножко взяла черешинки. Чисто на пробу. Давтра, может, за пятерки или до Ашана доеду. Гляну, что почем. Может, и там куплю черешинку, если будет. Черешинка, ты где? Черешня. Так, Алиска, сиди ровно. 309 рублей 90. Короче, 310 рублей без копейки за килограмм. Вышла у меня черешня. Где тут черешня-то? На 160 грамм. 49 рублей 60 копеек. Булочка мягонькая. Оказывается, это вкавказская лепешка. Я когда сидела в деревне, слушала радио. И там какой-то передача был. Алиска, не шарахай этот сабы, что тип-то. Кавказские акценты. Там была передача, посвященная кавказской кухне, каким-то там хачапури. Я даже на телефон записала рецепт женщины этого хачапури. Ой, блин. Мне просто сегодня очень рано пришлось встать. Даже раньше, чем обычно. Лепешка кавказская. 40 рублей без копейки. Алиса, там в пакете что-то еще осталось. Сыр. Что-то я как-то покупала эту арлу натуру. И она меня разочаровала. Не помню уж какая. Их там две. Натура сливочная. И натура просто какая из них. А может это сливочная. Да, вот это сливочная, короче. И что-то смотрела на поскидки. А сыра хочется. Ну, просто даже в деревню потом отправить. Потому что в понедельник вроде как поедут родственники туда. И можно будет отправить и вещи. Сегодня я поставлю постирать, которые оттуда привезла. И продукты заодно. Еще кошки наполнительные будут в Ашане купить. Хотела магнитив. Но в магнитив раньше был иногда. А тут что-то нет. Короче, где это у нас этот сыр? Журнал. Яблоки, груши, хлеб. Абрикосы, сметаны, персики, черешни, мандарины, пакет. А вот сыр Орлан. 240 рублей без копейки. Он сейчас типа по скидке, короче, идет. Я иногда покупаю, когда вот правда так. Пакетик. Один. Пакетик второй. Сейчас я из него буду все остальное доставать. Пакетик второй. Молочко. Можно было купить дешевле. Но я что-то в итоге взяла это. И оно 3,2% жирности. Молоко. Утрапортиризованное. Аполье. Верность родному вкусу. При луках покупала молоко какое-то за 80. Ну, там все, что у нас в магните дороже на 30 рублей, короче говоря. А молоко Аполье 50 рублей без копейки. Пакеты, кстати. Где тут у нас эти пакеты? Пакеты, пакеты, пакеты. Пакет Майка 5,90. Короче, два пакета мне обошлись в 11 рублей 80 копеек. Я купила в деревню там варенники, братья варенники с картошкой, потом татарские пельмени. Ну, в общем, они так, на любители. Раньше мне очень нравились, а потом как-то приелися. И сибирскую коллекцию пельмени. Слушайте, такие вкусные пельмени. 700 грамм, 200 рублей без копейки у нас в магните стоят. Но я что-то сегодня не видела, зато купила другие от сибирской. Тоже от сибирской коллекции. Вот это у нас сибирская коллекция. Больше овощей, вареники с картофелем и грибной солянкой. Очень хороший состав, никакого пальмамасла, никакого Е666, никакой соевого белка или еще какой-то фигни. Я не против соевого белка, но когда в продукте можно обойтись без соевого белка, я все-таки лучше выбираю там, где без него можно обойтись. Так, вареники. У нас по скидке сейчас они идут 120 рублей без копейки. Я сначала два хотела пакета взять, а потом, думаю, попробую. Сейчас как раз вот наружу сварить. Если что, потом куплю еще, уже в деревню отправлю. Там у меня осталось вареников, братцев вареников на три раза. Мираторг, пельмени домашние, 800 грамм. Тоже вроде по скидке были. Вот эти никогда не брала еще. Мираторг, пельмени. 264 рубля 99 копеек. Вот сейчас поближе покажу вот это. Если ели, дайте знать в комментах. Так, и еще пельмени. Это Цезарь, классика, пельмени. Из свежего мяса 800 грамм. Тоже были по скидке. Надо их уже в муравилку всех засунуть. Так, где-то тут Цезарь, пельмени. Говядина, свинина, бла-бла-бла. 250 рублей без копейки. 240 рублей 99 копеек. Вот такой пакетик. А дальше у меня два пакетика куриных голов. Один в деревню, а один здесь варить. Очень мы их любим. Трескаем только так. По 2-3 башки в день. Особенно съела башку, значит, куриную. Пошла, словила мышку. Сожрала эту мышку. Сожрала еще мышку. Пришла и сожрала еще одну голову. Куриную. Так, куриные головы. 69 рублей 99 копеек. В общем, они на десятку подорожали. Были 59,99, когда я покупала перед деревней. Вот сейчас стали 69,99 за килограмм. Сейчас, в общем, 2 килограмма на 2 пакета у меня вышли на 139 рублей 98 копеек. Ну и все вместе вышло. Еще раз напоминаю, 1660 рублей 59 копеек. Вот такие дела. Такой у меня тут обзор хаптика. Вот второй пакетик магнит. Если зритель, ты что-то такое хавал или сибирские вот эти пельмени, тебе тоже нравится дать знать комменты. Ну или просто можешь что-нибудь в комментах оставить. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.